Почти год назад хоккейный мир потерял друга и кумира, незаурядного хоккеиста, которого любил и на которого ходил болельщик. Карпов через всю площадку прошел на скорости, обыграл на встречном движении, обыграл защитника одного. Здесь вот Гончар, обратите внимание, тоже не смог остановить нападающего и потом уже последовала точная передача на дальнюю штангу, где только подставил клюшку Иванов. За свою хоккейную карьеру нападающий трактора, экс-капитан «Магнитки» и сборной России Валерий Карпов завоевал большое количество медалей и индивидуальных наград. Сегодня большая часть из них представлена в историческом музее трактора. Когда Валера ушел от нас, связалась с определенными людьми из ХК-трактора и сказала, что давайте вот к 5 августа, на следующий год, сделаем стенды, посвященные ему. Потому что он заслуживает. Так как есть две дочери, которые все время говорят, мама, не отдавай все, оставь нам что-то в памяти о папе, чтобы у нас в комнате было. Поэтому вот мы выбрали, что-то отдали, что-то, конечно, в любом случае осталось дома. Каждый представленный в экспозиции приз был значим для Валерия. Но есть в этой коллекции те награды и даже вещи, которые были ему особенно дороги. Один золотой шлем он получил в 2003 году. И вот кубок Шпендлера в 1999 год для него очень прям молод. Эти вещи – это воспоминания, энергетика тех лет, когда он играл за океаном. Первый вице-президент трактора много лет бок о бок играл вместе с Валерием Карповым. Сначала в тракторе, затем в магнитке. Сегодня Сергей Гомоляков, коллекции которого много таких же наград, с теплотой вспоминает своего друга и совместные победы тех лет. Во-первых, веселый, во-вторых, такой командный игрок. Все знали, все видели, боец. В раздевалке всегда мог поддержать или, опять же, прикрикнуть. Ну, как, в принципе, то, что должен делать капитан. В жизни всегда тоже, когда собирались в компаниях, всегда был самый веселый. Всегда что-нибудь придумывал. В поездках даже, когда ездили, он в Сан-Хейл тоже приехал. Тоже сейчас это все знают, что они там с прикольчиком постоянно как будто пену на голову выльют, да? Или там шнурки кому-нибудь завяжут, кто-нибудь спит, или там скотчем мотают. Когда ты получаешь, наверное, золотой шлем, или там, твой партнер получает золотой шлем, наверное, понятно всем, что плохо он играть не мог в этом сезоне, да? Ну, понятно, что некоторые, там, например, Евгений Крешков там получает за передачи, за голы, за красивые, да? Валера получает, мне кажется, за все. То есть он и забивал, он и отдавал, он и лез на ворота, он толкался. В конце концов, он играл в личности всегда. И все шайбы, которые там практически летели в площадь ворота, он постоянно ложился под шайбу. Он все ловил, вот, поэтому, ну, наверное, поэтому и говорят, что все, кто бьются, толкаются, очень много трав получает, то, что было там у Валера, да? Поэтому памятный шлем, я думаю, и для него был, вот и для всего, наверное, Магитакурского хоккей в то время. А так, для членовского хоккей. Каждый просто примерил, там, поржали, ну, как, в принципе, всегда и бывает над этим. Ну, попрекалывались, что давайте распилим, что, команда же заворала, поэтому на терке понемножку потрем. Создание экспозиции наград и личных вещей Валерия Карпова было бы невозможным без активного участия его родственников. Первая откликнулась на помощь, на содействие в ее создании, это Анна Карпова, с которой мы встречались, много обсуждали, привозила фотографии и показывала, как выглядят витрины. Поэтому она приняла решение передать достаточно большое количество вещей, большую часть из них на постоянное хранение в музее, которые пополнили официальный фонд и архив музея. И часть, ну, это ценные награды, это памятные такие вещи, которые Аня предоставила на определенное время, может быть, там, в течение сезона эта экспозиция будет работать, чтобы болельщики смогли прийти и посмотреть это все воочию. И вот буквально уже перед самой экспозицией откликнулся Евгений Юрьевич, отец Валеры, который привез на постоянное хранение в музей медали бронзовые, завоеванные Валеры в составе трактора в 90-е годы, медали Кубка Шпенглера, европейских чемпионатов. Большую часть хоккейной карьеры Валерий играл под 44-м номером. По роковому стечению обстоятельств, чемпион мира 93-го года, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта, чемпион России Валерий Карпов ушел из жизни как раз на 44-м году. Светлая память тебе, наш чемпион! Редактор субтитров А.Семкин